В этом видео топ-10 невероятно добрых, милых и смелых реакций в социальных экспериментах, которые никто не ожидал. Это внезапные поступки людей, которые они не обязаны были совершать, но сделали выбор в сторону неравнодушия и добра и показали нам, как нужно поступать в сложных ситуациях. Перед просмотром сделай простую вещь. Подпишись на канал и нажми палец вверх. Это поможет вывести видео в топ YouTube, и его увидит как можно больше людей. Поехали! Десятое место. Реакция бабушки, у которой пила мать, на мужчину, который на улице спивает водкой свою родную сестру. Водочки немножко выпьешь? Давай, 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 малышка. И все хорошо будет. Все проблемы решишь. А чем вы ребенку даете водку? Да это сестра моя. Не пей, ради бога, не пей. Нет, нет. У нее просто проблема в школе. Не надо, я вас прошу, этим не поможешь. Понимаете? У нас в семье так всегда проблемы решались. Нельзя, нельзя. Ну, если вы пьете, не надо ребенка поить. Ну, вы смотрите, вы ее испортите. Так я в ее возрасте уже вот так вот. Ну, вы, ради бога, вы. Ну, ее не надо. Женщины вообще, они очень быстро. Вы знаете, что будет через два года с ней? Вы ее не узнаете. Да? Да. Вы ее просто не узнаете, что за ребенок это ваш. Да. Ну, ради бога, не надо ее портить, а? Многие люди видели, что происходило с девочкой, но эта бабушка была неравнодушна и подошла, и даже рассказала свою историю. А в школе надо просто с ней заниматься надо. И вы ее тоже бросайте, не надо. Ну, устройтесь на работу, работайте. Ребенку помогите. Ну, зачем вы? Ну, я сама бабушка, но я знаю, что это такое. У меня дочь пила, и сейчас хоть, слава богу, не пьет. Уговорили, все сделали, все. У меня все равно, как бы у нас с матерью не было бы отношения, она никогда, она сама выпивала, но мне никогда. Она говорит, не смей никогда это делать. Ради бога, не надо. Ты, девочка, хорошая, симпатичная. На девятом месте простой, но вдохновляющий поступок парня из Тулы, который увидел брошенный мной мусор нарочно, подошел и поднял его, хотя никто его об этом не просил. Ребят, секунду, вы с Хэллоуина идете. Я просто видел, вы подняли мой мусор. Серьезно? Ну, а что, красавица-то. Блин. Просто такого еще не было. На самом деле, это социальный эксперимент, вон камера. И всем плевать, всем вообще плевать, никто даже не говорит, а ты прям поднял. Вот. Не, реально, красавчик. Вот у меня в перчатке. Спасибо тебе, что тебе не пофигу, что в городе грязно. Восьмое место. Глухонемая девочка просит на улице прохожих расшифровать аудиосообщение, которое она не может услышать по причине своей инвалидности на слух. Больше всех порадовала пара, которая поддержала ее, и парень вступился за девушку, отправив аудиосообщение в ее защиту. Анастасия, мы рассмотрели ваше резюме, вот вы чем думаете, когда его составляете? Вот надо же сразу как-то предупреждать вначале, что вы глухонемая. Нафига нам человек с неполноценностями? Сейчас и так безработица из-за коронавируса. Мы без вас не найдем, кому наши листовки раздавать. Здравствуйте, а вы почему так обращаетесь с этими детьми? Ну это вообще-то не красиво, что с вашей стороны. Мы листовки раздавать, это как бы ничего не вылечить, просто листовки раздавать. Надо нормально относиться. Седьмое место, диалог, который заставляет задуматься и даже переосмыслить все свои проблемы. Смертельно больной парень на улице заводит разговор с 80-летним дедушкой, пытаясь узнать у него, как ему прожить эти оставшиеся полгода, и о чем жалеет больше всего в своей жизни этот пожилой мужчина. Мне хотелось в ту жизнь летать. Летать? Да, вот, летать на самолетах. Но тогда у меня не было образования. Когда получил образование, мне уже было за 30, а уже в эту не берут. Там только до 25 лет. Вот это было у меня желание летать, вот все в жизни было. А так, до сих пор я вот даже во сне летаю. Прямо в голове не укладывалось, как-то, 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 как многотонные машины в воздух. Вот эти вот тут вот летают на кота. А также вот стотонные машины подняты. Это же сила, правильно? И сам-то с ней сливаюсь, мне кажется, с этой техникой. На шестом месте мужчина, который без раздумий бросил свой велосипед в снег и убежал в магазин за водой, чтобы помочь девушке выпить таблетку, которая в снегу валялась в очень тяжелом состоянии. посмотрите на потрясающий поступок этого человека. Воды можно? Воды? Мне надо срочно выпить таблетку. Да? Да, да, да. Давайте вот сюда сядем все. Бабушка, можно? Мне срочно надо воды. Сейчас, сейчас. Он пошел за картонкой, подстелил картонку, чтобы мне было не холодно. И побежал за водой, стаканчик все взял. Говорит, может, вас до дома отвезти? Я говорю, нет, спасибо. Проглотил уже. Да. А вы, велосипед, вам не страшно, что я его заберу? Нет, кому нужно. Вы тут таблетку пили, которую вам нужно? Да, да. Спасибо большое. А вы часто людям помогаете, если они в беде? Конечно. Вот так и тебе. На пятом месте реакция, которую вы видели совсем недавно, но даже в моем сердце она отражается какой-то теплотой и надеждой. Я говорю о парне иностранце, который с огромным состраданием отнесся к девочке 15-летней на улице, которую столкает на самоубийство ее сводный брат. Сюда, садись и сиди. Пожалуйста, я тебя, я тебя очень прошу. Вот сваливай куда-нибудь нахрен, окей? Потому что мне за такую сестру реально очень стыдно. Ты нахрен разбила мне телефон, делик сломала дома, учишься хреново. Серьезно. Я 15 лет как ты нормальный был. Это жесть какая-то. Мне за тебя реально стыдно. Вообще ни к чему шли. Вот тебе друзья твои правильно сказали. Иди вон со своего моста и бросайся. Нахрен тебе такая нужна. Не стоишь. Не стоишь. Все, пей. Бросаться точно не стоит. Просто, ну, он всегда недоволен всем. Точно не стоит бросаться с моста. И точно не стоит сильно переживать тем, чтобы убрать всем недоволенно. Я уже, ну, думала об этом и раньше. Но сейчас просто они напрямую мне говорят об этом. Есть такая штука, как токсичное окружение. И люди, которые так говорят, они... Я не знаю, как здесь. Я просто не в России живу. Оно того не стоит, правда. Здесь нет такой проблемы. У кого-то есть какие-то expectations. Ожидание, которое ты не оправдываешь. Из-за того, что ты кому-то что-то не устраиваешь, как ты делаешь. Прыгать с моста. Кому? Мне 15. Доверю тебе сто процентов, что большинство вещей, которые ты сейчас делаешь, непонятные. Нужно соответствовать очень большому спектру. Критерий учиться, пращего хорошего. Потому что в университет поступать. Сто процентов не нужно вот так вот реагировать. То, что он сказал, это неправильно. Его сестра... Это неправильно. Я уверен, что это не то, что он умеет. Абсолютно не очень. Спасибо вам огромное. Все будет здесь. Спасибо тебе большое. Мы подходим к тройке лидеров. И на ее границе, на четвертом месте, остановилась реакция парня, который увидел, что на улице странный педофил пытается украсть мальчика. И посмотрите просто, как он по-мужски поступил, этот случайный прохожий. Я твою маму видел. Пойдем. Она в машине со мной сидит. Пошли. Пошли. Как мама выглядит? А? Как твою маму выглядит? Да я его знакомый. Все хорошо. Пошли. Точно? А ты подошел так с таким вопросом? Не, не. Я его знакомый. Пошли. Нет. Он шутит. Пошли. Нет, погоди, погоди. Ты точно не знаешь? А мама, как у тебя дома? Нет. Мама, как у тебя дома? А да, она в желтом платье там сидит. И с малышом в коляске. С малышом в коляске? Да. А она далеко от суры, что? Давно уточнили? А она тебе сказала тут подождать? Да? Нет, я ее потерял. Потерял? Вот, пойдем, я тебе ее найти помогу. А, я с тобой? Пойдем. А? Я с тобой туда помогу. Куда? Да нам не надо, мы справимся сами. Не, не, малыш, ты ее потерял здесь? А ты не помнишь номер мамы? Нет. Не помнишь? Ты полиция с мамой в встречу? А за... Какой? Не, не, не. Ладно, мальчик, иди, я туда сам пойду. Не, 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 погоди, ты тоже подожди. Да не, зачем я? Куда его хотел забирать? Погоди. Я туда пройду. Куда, куда? Пройти, хотел к маме. Да мамы, да мамы хотел пройти. Не, 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 пойдем, погуляемся. Да, не, 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 пойдем, погуляемся, да. А что ты хотел? Ты же говоришь, что ты знаешь, мальчик. Да, да. Чем завершился для меня этот разговор, вы можете увидеть вот в этом видео на канале. Все ролики этого топа снимались почти два года за все время существования проекта Адам Тест. За это время меня спасали от ограбления, когда я был в роли инвалида или слепого человека. Поднимали с дороги валяющегося в гипсе. Мне помогали как записывать видео для умирающей бабушки, так и останавливали, когда я был в роли гопника, отбивающего девушку у школьника или заказчика, который обманул курьера. Но сейчас вы увидите три самые эмоциональные реакции, которые доводили меня до слез еще на этапе монтажа этих видео. Третье место и женская солидарность. Парень заставляет девушку сделать аборт и бросает ее при людях из-за беременности. Смотрим, что из этого вышло. Все, короче, меня бесит, то есть я серьезно. Пока аборт не сделаешь, ты мне нахрен не нужна, понятно? Кого-то заставу. Ты че, спокойно, спокойно. Слышишь? Ну аху тебе нужен? Ну а как это клево. Земли мелкие, как это классно. Ничего. И без отцов нормально. Сказала, что дети не нужны. Что кто, как я буду их воспитывать одна. У тебя первая беременность? Да. Ты знаешь, что если сделаешь аборт, ты потом, возможно, не сможешь иметь детей. Сначала поговори с родителями, мой тебе свет. А потом уже будешь думать. Тормози эти, подруги. Алена. Не переживайте за этого урода. Ну, ну, нахуй, посмотри, что пандаля ему надо. Да, короче, не трошу. Я пакнула. Ты че думаешь, дети меня не полюбят? Полюбят. Я тебе серьезно говорю. Ну, ты видела, урод съебался. Давайте его догоним и гибнем. Я согласна. Поговори сначала с родителями, что они тебе скажут. У тебя лучше будет еще, успокойся. Ну, первая, первая, бурка, не смеет делать. Он любит этого ребенка и тебя. Спасибо. У тебя будет лучше. Мужчина будет. А это не мужчина, который бросает тебя. Вы б*** какой-то. Мужчиной его назвать даже нельзя. Дети это вообще, это что-то. Он говорил, что я не смогу карьеру сделать с ребенком и что никому дети не нужны. Надо сказать врачу. А следующие 30 секунд и девушка, героиня этого эпизода, на самом деле ей я благодарен. И канал Адам Тест существует только потому, что эта девушка попала в ролик. Я должен вам признаться только сейчас, что полтора года назад у меня была проблема. Мой канал за полгода набрал только 2000 подписчиков ролики, не набирали просмотров. Все было очень плохо. Но в какой-то момент выстроил один ролик на ТикТоке, который набрал огромное количество, я не помню сколько там, миллион, несколько миллионов, мне кажется, просмотров. И люди начали активно с ТикТока переходить в Ютуб. И мой канал за месяц 2000 набрал, дошел до 10 тысяч. Пять раз увеличился. Вот тогда у меня появилось какое-то желание, появилось вдохновение. И канал Адам Тест не умер. И я продолжил им заниматься. И сейчас вот он уже раскачался. Именно благодаря этой девушке. Смотрим. Второе место. Почти лучшая реакция этого топа. О господи, как ты меня задолбал. Просто надо было найти на свою голову глухонемого инвалида. Я даже не знаю, зачем я это говорю. Ты же даже это не в состоянии прослушать. Просто сил моих больше нет. Я добавляю тебя везде в черный список. И надеюсь, ты найдешь себе такую же неполноценную. И наши отношения на этом заканчиваются. Ой, мать. Я не могу. Боже мой, я не могу. Интересно, есть ли люди на канале, которые смотрели все социальные эксперименты и догадываются, что сейчас будет за реакция на первом месте. Единственное, я должен разочаровать многих буду, потому что самый популярный ролик на моем канале, где православный крестится в мусульманской мечети, там были потрясающие моменты, там потрясающий мула был. Но это не этот момент, это не этот эпизод, друзья. Вот почему я считаю, что представители духовенства, представители мечети, по умолчанию в любом случае помогают людям. А в нашем топе просто обычные прохожие, которые ничем не обязаны были никому помогать совершенно. Они могли просто проигнорировать эту ситуацию, но они вступились и были неравнодушны. Поэтому то видео, оно отдельное, оно не попадает в этот топ. Напишите сейчас, пока я не начал объявлять первое место, что вы думаете об этом. Вот напишите по-честному до объявления, что вы думаете. И, друзья, представляю вам первое место нашего топа. Итак, первое место. Бедный парень в торговом центре при всех в очень важный эмоциональный просто момент в своей жизни делает предложение своей девушке при людях. А она отказывает, потому что кольцо серебряное, а он вообще не щитброд. И должен на нее тратить больше денег. Если честно, у меня просто до мурашек была эта реакция, потому что лично в моей жизни она огромный свет оставляет. У меня детская травма. Мне кажется, в какой-то момент из-за денег со мной не начала встречаться какая-то девушка. Что-то было, я очень не люблю девушек, которые ведутся на деньги. И поэтому для меня лично это самая просто вот до мурашек реакция смотрит. Минутку, внимание! Мы с тобой давно знакомы. Я долго ждал этого момента. Выходи за меня, пожалуйста. Ты можешь мне золотое кольцо купить, а не вот это вот херню? Мне нужно сделать предложение в нормальном месте, в ресторане, с золотым кольцом, а не вот это вот говно, которое ты устроил, Саш. В смысле? Ты меня замуж можешь позвать в нормальном месте с золотым кольцом, с букетом, а не вот это вот говно устраивать? Ты мне можешь нормальные подарки дарить? Мне зачем за тебя замуж выходить, если ты не можешь нормально мне предложение сделать, нормальное кольцо купить мне? Блин, серебряное кольцо, говорит, не пойду. Я выйду замуж. Мы все не расстраивались. Она недостойна. Блин. Зато ты большой молодец, ты осмелился. Это она сволочь, правда. Блин, ладно. Ладно, спасибо большое, ребят. Спасибо, это хорошо. Спасибо. Спасибо, братан. Машина, садитесь к нам, уколкаем. Да блять, б***ь. Саша, ходите визги, если бы стил. Да я сейчас, за рулем нельзя. Если кольцо не понравится, все. Она сейчас спросит, почему это не было. А будет дальше, у тебя деньги цены. Ладно, парни, спасибо большое. Спасибо, что это. Да, могли? Моральное. Так, ладно. Спасибо большое. Она недостойна, да. Спасибо. Почему эта реакция на первом месте так же? Если честно, мне было сложнее всего сыграть эту роль. Во многих пранках, в социальных экспериментах. Вы заметили, я играю роли, где просто испанский стиль, где сложно находиться. Но вот эта ситуация была самая жесткая для меня. Кстати, следующее видео на канале будет еще жестче. Там для меня просто до слез очень сложно было играть. Но не только моя игра, самое главное это поведение молодежи. Их такой массовый инстинкт, как они поддержали, как мне нравится молодежь. Какая она потрясающая. Я больше всего на свете убежден. Молодежь, которая есть сейчас, это лучшее поколение в истории человечества. Ну, это лично мое убеждение. Я думаю, с каждым годом поколение все лучше становится. И они, красавчики, они просто потрясающе все сделали. Напишите, как по-вашему должен был быть рейтинг, как выглядеть моего канала. Может быть, я что-то забыл, может, упустил. Может, вы же как-то поменяли что-то бы местами. Очень интересно ваше мнение, правда. Потому что это все-таки такой итог за два года социальных экспериментов, которые мы с вами смотрели, над которыми очень много работы было проведено. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте, есть второй канал у меня, Дантеслог. Не забывайте подписываться, друзья. Ваша поддержка очень важна. Алгоритмы Ютуба такие, что вот очень много работаешь. А вот пару касаний сейчас сделайте. Подписаться, лайк уже потрясающе. За комментарий буду отдельно благодарен. Спасибо большое за просмотр, друзья. Увидимся с вами. Пишите свои идеи в комментариях. Пока. Ты не выключил же, да? Не выключил? Просто иди. И забыл еще сказать один важный момент. Я хочу снять такой же топ, только с лучшими реакциями пранков. Вот, с самыми смешными моментами из пранков. Если вам это интересно, то напишите. Я сниму, сделаю туда ближе к ноябрю. 28 ноября каналу два года будут. Буду что-то крутое для этого делать. Пока не знаю, что. Так что обязательно пишите. Все, друзья, спасибо. Пошли работать на свадьбу. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин